Привет всем, други мои, хорошие други, не самые хорошие, но коллеги прежде всего, да, те кто смотрит этот эфир, вряд ли далек от боевых искусств. Хотя помните, тут есть такой, говорит, анекдот, когда парень говорит, я, говорит, далек от религии, ему девушка говорит в ответ, а я, говорит, недалекая, он, говорит, я, говорит, и вижу, вот. Ну, в общем, на самом деле, тут все смотрят эфир, кто имеет отношение к боевым искусствам как таковым вообще. Я очень рад, что мое сообщество объединяет людей, которые иногда даже находятся в непримиримых таких отношениях, с непримиримыми взглядами на вообще саму политику боевых искусств. Здесь есть и традиционщики, и те, кто приверженцы новоделов, все есть. И это на самом деле здорово. Отдельную, конечно, категорию составляют люди, которые постоянно хейтят каким-то образом, но почему-то не могут никак эту группу покинуть. Вот, и все время читают это все, а потом пытаются что-то писать. Это прикольно, конечно. Но, тем не менее. Значит, интересно. Самое главное, группа не оставляет равнодушными. А сегодня я хочу поговорить о стойках в карате. Ну, вообще понятно, что стойки есть во всех боевых искусствах, да. И давайте сейчас определимся по поводу того, что такое, там, стойка. Стойка имеется в виду положение ног, а не положение рук. То есть, мы будем говорить не про камая, как это в карате называется. Гедан, камая, чудан, камая, чудан, камая. В зависимости от того, в каком уровне располагаются руки и так далее. В кэнду тоже камая. В связи с положением клинка меча тоже чудан, чудан, гедан, ваги камая и так далее. Когда клинок там сзади себя находится. Нет, мы будем говорить про дачи. Дачи это стойка положения ног. Богаче, чем в карате, наверное, нет ни в одном боевом искусстве. Я про ушу не буду говорить. Там, конечно, учитывая тот факт, что карате имеет свои корни в ушу, то понятно, что в ушу может еще все богаче там оказаться. Но из вот современных боевых искусств, таких вот, которые появились и активно развились в начале прошлого столетия, наверное, карате имеет самое богатое количество стоек. Они все документированно, канонизированы, прописаны, обозначены. И, как это ни странно, абсолютно не применяются практически во время ведения свободного поединка. То есть используются они в кихоне, в отработке базовой техники, в като применяются. И знаете, что можно сказать? Что в стойках, конечно, есть огромные рациональные составляющие. С точки зрения биомеханики, многие стойки очень удачны. То есть они позволяют конструктивно, очень жестко выстраивать свою позицию. А в разрушительной способности приема играет огромное значение именно жесткость конструкции. Тарате позволяют это дело делать со стопой, с задней ноги прижатой к полу, например, в зенку уцу дачи. Вот. Такие позиции, как кокуцу, дачи на каши, дачи на задней ноге, позволяют тоже хорошо разгружать переднюю ногу. Являются тем мигом, когда осуществлен перенос на заднюю ногу в защите, например. Но есть интересные вещи. Анализируя за последние лет пять, наверное, ката, которые я обожаю, я нахожу и не со стыковки. Ни в одной. Я не только про штукан говорю, но на примере штукана мне это проще разбирать. Хотя я это вижу абсолютно во всех направлениях. Возьмем, например, такую позицию, как кокуцу дачи. В той или иной степени, в зависимости от высоты положения центра тяжести над полом, она присутствует практически во всех стилях карате. Как современных, традиционных, ортодоксальных, во всех есть. И удивительно то, что в катах штукановских во многих это стойка, которая, казалось бы, направлена прежде всего на защитные технические действия. То есть в ней правильнее всего было бы применять блок, так как фактически она является чем? Она является конечной фазой защиты. То есть когда применяется не только блок, но применяется еще и одновременно защита дистанции по переносам центра тяжести с передней ноги или из положения между двух ног на заднюю ногу. То есть чуть-чуть отклоняемся, чтобы противник не достал. И выполняем блок, например, шуту учи, учиуки. Не буду говорить о том, насколько я считаю целесообразным некоторые блоки, такие как учиуки, например. Но тем не менее применяется. Либо это является начальной фазой для контратаки. Например, после защиты. Когда можно снова с задней ноги перенести всю массу на переднюю ногу. То есть с задней ноги перенести на переднюю. И без перемещения стоп можно сократить расстояние между центрами тяжести как атакующего, так и атакуемого. И нанести удар очень сильный, то есть не передвигая ноги. Быстро. Просто переносом центра тяжести. Так вот, заудивительно, знаете что? Что во многих ката мы видим, что в какую-то удачу осуществляется движение вперед. Как с блоковой, так и с ударной техникой. Вот к чему бы казалось бы это все. Да? Нет, можно, конечно, рассуждать, что ударную технику почему не выполнить. Там, да, вот шуту, например. Во многих ката есть перемещение в какую-то удачу с атакой шута. Ну вот, если рационально рассуждать с точки зрения биомеханики, с точки зрения вообще Бункай, ну вот где здесь рационализм? Кто мне сможет объяснить, что в такой позиции это все дело делается? Нерационально, да? И уж точно никто не будет это делать, даже в похожем каком-то варианте, в ситуации, ну, поединка, хоть и реального, хоть и соревновательного. Никто не будет этого делать. Можно, конечно, порассуждать на тему, что, например, это может быть вовсе не шута учи, а это может быть, например, сируто выставлено с последующим захватом. Когда мы выносим ногу вперед, оставляя центр тяжести на задней ноге, осуществляем отведение руки противника, прихват и последующую атаку. Ребята, зачем тогда мы делаем не сируто и с последующей цуками, да, захватом, а именно шута, в варианте исполнения шута учи или шута учиуки. Именно в какую-то удачу. Когда, впрочем, удобнее, и это так и сделается реально, когда Бункай выполняют люди быстро и сильно. Это делается в фуду камая, прежде всего. То есть переход осуществляется не в кокуцу дачи, а в фуду камая. И вот, кстати, по поводу кокуцу дачи хочу сказать, что стойка, на самом деле, крайне нефизиологична. Вот она нерациональна. И, опять же, с точки зрения атакующих техник, когда мы делаем атаку, она вообще нерациональна. Абсолютно. По одной простой причине. Задняя нога там располагается таким образом, что в самом лучшем случае стопа задней ноги стоит под 90 градусов к стопе передней. То есть она направлена в сторону. И туда же, соответственно, направлено колено задней ноги в сторону. То есть, если мы движемся вперед, и вся сила перемещения нашего тела направлена вперед, масса тел идет туда, то вектор идет по направлению туда, куда показывает средний палец впереди стоящей ноги. А задняя нога при этом смотрит в сторону. И колено задней ноги смотрит в сторону. Отсюда толчок задней ногой, то есть усиление геконструкции, идет куда? В сторону, туда, куда показывает стопа сзади стоящей ноги пальцами. Понимаете, это биомеханика. В любой стойке сила направлена туда, куда направлена равнодействующая по треугольникам, куда показывают пальцы ног. Вот, например, в стойке Санчин сила сходится туда, где сходятся линии, проведенные от средних пальцев ног. В Зенкуцу дачи тоже сила по максимуму направлена туда, куда указывают пальцы ног. Ну, в частности, передняя, то есть поэтому стараются немножко вперед подвернуть. И никто не разворачивает в Зенкуцу дачи переднюю ногу наружу пальцами, да? Потому что этот дисбаланс будет абсолютно полный. То есть передняя нога будет в сторону показывать в одну, а задняя нога в другую. Соответственно, равнодействующей вообще не получится. То есть если провести линии через средние пальцы, нут и пятку, то, предположим, если в левосторонний Зенкуцу дачи будет левая нога развернута пальцами наружу, то этот луч пойдет влево, а от правой ноги пойдет вправо. Линии пересекутся вообще сзади где-то, в самом деле, человек, вообще сзади. А спереди они никак не пересекутся. Понимаете? То есть равнодействующей вообще никакой не будет. Дисбаланс абсолютно. То есть стойка не даст усиления. Масса тела, да, вперед будет двигаться. Она как бы добавит силы, но равнодействующей, равнодействующей этой силы, ее нет. И она тут же погасится, потому что ее стойка не может конструктивно усиливать. Понимаете идею, да? Так вот, как вот с удачей, крайне в этом плане не целесообразная стойка вообще. Там как раз эти равнодействующие, они не сходятся. Они сходятся сзади человека. Это первый вариант. Второй вариант с точки зрения физиологии, и, значит, анатомии, она тоже не физиологична. Абсолютно. Прям совсем. К тому и причина, что многие люди эту стойку принять вообще не могут. Так, как это требуется в том же, предположим, Шотокане. Ну, это я вот так вот просто... Это я придрался. Какутсу дачи. На самом деле, так можно разобрать довольно много стойок самых разных. И я хочу сказать, что, опять же, когда мы глубину стойки рассматриваем, Шотокане, или, предположим, в других самостилях, где-то стойка крайне глубокая, где-то стойка очень высокая. Мы, конечно, часто рассматриваем эту ситуацию, когда говорим, что стойка символизирует некое конечное положение. А ходим мы в низкой стойке для того, чтобы натренировать силу ног. Блин, ребята, это вот... А что мы не трахаемся, стоя в гамаке, чтобы натренировать силу всего, что только можно? Мы не ищем легких путей, нам нужны трудности. На самом деле это неправильно. То есть самая большая проблема, она заключается в том, на мой взгляд, что способы тренировки некоторых элементов в кихоне и като крайне потом не соответствуют тому, что происходит даже в бункай. Я не про кумите даже говорю, а даже в бункай. То есть в бункай мы не видим четкого исполнения, и тогда начинают рассуждать. Вроде как бы правильно. Что бункай не должен четко привязываться к определенной технике, потому что бункай – это интерпретации этой техники. И мы видим, что... Что происходит? Когда бункай выполняет человек, он даже может за место шага вперед сделать для удобства шаг назад, потому что ему... Или полшага назад, потому что ему не хватает чего-то по дистанции. Ну и так и в чем, собственно говоря, дело. А, а партнер при этом, значит, ассистирующий, ничего не может сам не поделать, иначе для того, чтобы попасть в удобную, для того, кто бункай показывает, дистанцию, ему придется совершать несуразные действия, которые противник вообще никогда выполнять не будет. Понимаете идею? Вот. Ну, нельзя этого не замечать. Давайте подумаем о том, откуда же это все взялось вообще. Ну, ребят, ну я... Можно, понимаете, поковыряться там в источниках и там найти, не знаю, бреда всякого, целую кучу. Например, когда рассматриваются стойки, такие как там Нанханчи дачи, ну или та же сам Нанханчи, Нанханчи, это просто она повыше. Или там Шику дачи. И есть рассуждения такие, что вот эта стойка там была нужна, когда бойцы могли биться на плотах, например. И одна нога стояла на одном плоту, другая на другом. И вот надо было это, собственно говоря, удерживать эту пози... Господи, ребят, а еще, а если бы в глаз... Мы в детстве говорили всегда так. То есть, когда начинает человек там обрисовывать какое-то вот это все. А если бы в глаз... А потом говорят, кататеки, это железный рыцарь, бой на стене, там, наверное, на крепостной. Да? И вроде бы человек движется вправо-влево, находясь на крепостной самой стене. А что же он тогда там атакует противников и защищается там от них, от тех, которые находятся перед ним. А, ну он, наверное, лестницы там отбрасывает ногами, на которые приставлены к крепостной стене. И вот люди лезут, да, по лестнице. Он их там откидывает, перемещаясь как краб, вправо-влево. Понимаете, были условности, в связи с которыми люди это дело разрабатывали. Возможно, тогда тому была какая-то дана там актуальность. Но какую сейчас актуальность можно дать этим вообще вещам? Ну вот, скажите мне, какая может быть актуальность в стойке Киба-Дачи? Ну где она вообще, где она вообще прижилась? Вот кроме как в формальных комплексах. Ни один боец не будет драться в стойке Киба-Дачи вообще. И когда мы говорим, что это там упражнение, ну как упражнение давайте будем рассматривать как упражнение. Но почему они тогда находятся в ката, в котором собраны не упражнения для развития силы ног, а собраны технические элементы, которые символизируют собой ведение поединка. То есть это некая там азбука, да. Физические упражнения это одно, а это совсем другое. Зачем? Кто-то скажет, ну это вот некая там унифицированная, а специализированная форма для того, чтобы наиболее четко прочувствовать какие-то нюансы. Хорошо. Еще раз говорю, давайте специально будем делать Киба-Дачи, специальных упражнений, чтобы прочувствовать эти нюансы. Но в ката-то они как затесались. Чтобы прочувствовать нюансы, то есть чтобы создать все трудности, чтобы в гамаке стоя потрахаться. Вот это вот неясно как бы тем, почему. Я не понимаю, почему об этом не говорят в гетергиционщике. Да я знаю, что они говорят. Понимаете, под любую чушь можно очень легко подвести рациональную базу. Я в свое время написал статью большую про то, что там австралопитеки и неандертальцы владели самой лучшей системой боя. И даже как бы подражаги традиционщикам подвел под эту научную базу. Потому что вот была надобность в том, что они тогда делали, именно такая, что они защищали жизнь, что они противостояли животным, сражались друг с другом, был каннибализм. И поэтому те системы боя, чтобы отстоять свою жизнь, были сами унифицированными. Понимаете, вот набрехать с три короба можно как угодно. Вообще без проблем. Никаких абсолютно. вопрос в том, что надо просто следовать здравому смыслу и логике. А еще по биомеханику и физиологию понимать, что даже если под этим раньше лежал какой-то смысл, и это как-то было оправдано, то было это сделано точно без учета того, насколько будет оптимальней с учетом использования физиологии человека. Но не учитывали это тогда, блин, просто не могли это учесть, они не знали это. Ой, мне иногда кажется на самом деле, что кибодачи стойка появилась таким хитрожопым путем, вообще не хитрожопым, а совершенно случайно, знаете как, просто у какого-нибудь чувака рахит был в детстве, и он когда вставал просто в обычный юг Камая, такую, где центр тяжести находится между двух ног, только в полоборота, то у него ноги вот ухватом понимаете, стояли, и это было похоже на Нанханщи дачи. Вот и все, его там ученики были, и они сказали, ну вот это вот да, оно дает мощь, базу, силу, там, и 5-й, и 10-й, вот так и появилось. Ну, ни на какое ощущение. Потому что ни одному человеку в здравом смысле, в здравом уме не придет мысльцам разрабатывать специально для боя стойку Киба-дачи. и если сейчас какому-то современному мастеру придет в голову тем разработать ката, то Киба-дач он сунет туда, если сунет, только по одной причине, как дань уважения тому, что Киба-дач такая стойка есть. Это будет единственная причина, потому что если говорить о том, какие оставить наиболее рациональные вещи, никто не оставит Киба-дачи как стойку. Вот я задумывался над ситуацией, что если предположим карате шло по пути элементаризации скажем так кушу, минимализации, то есть это был скажем так эстетический минимализм кушу, то есть создание наиболее минималистичной системы, которая тем не менее выключила в себя наилучшее. Значит так и выглядело. Если это из ушу китайского пошло, то если посмотреть на ушу и на карате, то карате конечно это опокоцанное ушу. То есть в ушу намного вычурнее техники, а в карате они более рационалистические. Так вот если идти по этому пути дальше условно говоря, вот и что бы можно было поставить для того, чтобы тонифицировать технику максимально лучшим образом. что собственно говоря и делали, когда карате принимали на вооружение в японскую армию например. Потому что нельзя там было все изучать, надо было взять наиболее эффективно работающие приемы, которые в принципе на вооружение взял весь мир. Такие как Майя Гери, Маваши Гери, Лоу Кики, там всякие, то есть это Гедан Маваши Гери, Сейкин Чокутский, Уродский, Шуто Учи, Тецуй, Эмпи Учи. Ну, вот самое это конечно это Маваши Гери. вот прям вообще ну и конечно и виртуозы технари взяли еще на вооружение Йоко Гери, Ур Маваши Гери, Широ Гери с разворотом. Маватый, да? Вот. и все, все остальное повыкидали и вот весь мир это дело сам не принял. Так вот, что бы осталось бы, если бы мы рассматривали какие бы оставить стойки? Не придумывать новые, не унифицировать, взять старые там ортодоксальные стойки, принятые, такие вот конкретно, вот, что бы осталось? Я уверяю у вас, осталось бы крайне немного стоек и скорее бы всего, вот я вот для себя так определил, а вы, если вам интересно и вы хотите по этому поводу высказаться, потом напишите под видео или под статьей, какие бы вы поставили стойки или предположили, что они могут остаться. Вот я думаю, что это, я именно говорю, что не модифицированные в современности, а вот из старых таких вот прямо, ну, классических позиций, то осталось бы Занкутсу дачи, осталось бы Фудо Камая, скорее всего, вот, осталось бы Некуаши дачи, но не как самостоятельная стойка для ведения боя, а исключительно проходной вариант для разгрузки передней ноги и для защиты поднятием ноги вверх, то есть это стойка на полсекунды, что называется, вот, Мото дачи бы осталось, остались бы, конечно, все позиции, скорее всего, Шизентай, по типу, как Риноджи дачи, вот такие вот, когда мы находимся почти на прямых ногах, такие высокие позиции, и осталось бы вне всяких сомнений, вне всяких сомнений стойка санчин. Вот это вот гадалки не ходи, но она бы, значит, осталась бы, потому что даже те, кто в каратэ ни черта не соображает, но выступает по контактным там, поединкам в боксе, в ММА и где-то еще, они стойку санчин дачи применяют, хотя даже, может, и не знают, что стойка такая существует, потому что это самая оптимальная позиция для ведения боя на короткой дистанции, то есть в клинче, если начинают наносить удары, то все как раз стоят в стойке санчин, либо проходят через нее в одну, в другую сторону, перенося вес с одной ноги на другую, то есть это не такая санчин, при которой стопы в пол прямо реально залипают, это, как правило, стойка санчин с оторванной пяткой либо на задней ноге, либо на передней, вот, приподнятой, ну, в какой-то момент, конечно, пятки касаются пола, но вот это вот, если мы передней рукой бьем, то отрывается пятка передней руки, если мы сильно хотим говорить, особенно боковые техники, и, соответственно, когда задние ноги бьем, то отрывается пятка задней ноги, ну, все, об этом я разбирал отдельно, у меня целая тема была по стойке санчин, ну, наверное, может быть, как и дачи бы какие-нибудь сохранились бы, это проходящие с заступанием самой ноги, там, одна за другую, но, вот, точно бы, как уцу дачи и киба дачи, вот, они сохранились бы, ну, может, говорить, там, церуаше дачи, на одной ноге, там, стойки сохранились, ну, да, ну, ну, как проходящие, не как стойка для ведения боя, а как стойка, в которую попадаешь перед тем, как нанести там удар ногой, но как стойка, тут, это нет, потому что, ну, что мы под стойкой подразумим? Стойку мы занимаем то положение, мы подразумеваем то положение, которое мы, в принципе, занимаем достаточно долгое время, долгое время, это секунда, хотя бы, то есть мы принимаем эту позицию для того, чтобы дальше делать какое-то техническое действие, то есть не просто через нее пролетаем за доли секунды, через это положение, Иначе можно было бы вообще миллиард положений придумать. Вот. На которой мы стоим целенаправленно. Так вот, та же самгет Серуаши на одной ноге, стойка журавля, она на самом деле таким образом никогда не выполняется. Только в катах. Потому что, если мы, предположим, бьем тот же самый Йоку Гери, ну, что очень часто как раз и делается, то у нас центр тяжести находится таким образом, что мы в этой стойке не можем устоять. На одной ноге стоим таким образом, при индуаре, с другой ногой. Что центр тяжести у нас выходит хотя бы немного за пределы опорной ноги. Для чего это делается? Для того, чтобы создать прочность противодействия, жесткость конструкции. Если мы сохраним центр тяжести ровно над ногой своей, то при неправильной дистанции, и спортивник окажется, чуть дальше мы просто промахнемся и все, и все закончится на этом. Если же он будет сокращать резко самгетистанцию, то мы сами там отлетим от своего же приема. Оттолкнемся от него и улетим назад. Поэтому тут важно именно жесткое противодействие. Да. Это тоже тут отдельная тема. Ну так вот, друзья, мне бы хотелось бы узнать у вас, все ли стойки каратэ, которые есть, вы применяете в поединке. Нет, в обучении-то, скорее всего, конечно, все применяете. Все мы делаем като, все мы кихон делаем, и следуя традициям, мы вынуждены эти стойки делать. А вот реально эти стойки применяете ли вы в кумите? Такие стойки, как кокуцу дачи, в классическом исполнении, в классическом, меня интересует. А не то, что типа похоже на кокуцу. Задняя ножка подсогнутая, передняя там тоже, но центр тяжести больше на задней ноге. А именно кокуцу. Когда ноги стопами с дружкой под 90 градусов, задняя нога смотрит под 90 градусов в сторону коленом и стопой. Вот таким вот образом. И киба дачи тоже. Вот такая как бы тема. Вот так вот, друзья. Мне ваше мнение будет интересно. Очень. Очень интересно. А также интересно мне следующее мнение будет. А смысл сохранять эти стойки есть? Нет, конечно, те, кто рьяно следит за традициями и хочет сохранять все в неизменном виде, это, конечно, вопрос абсолютно риторический. Конечно, надо сохранять. Понимаете, вот есть, предположим, люди, которые занимаются изготовлением оружия какого-нибудь средневекового, стрелкового. Ну, и не средневекового, но позднего средневекового. Вот по всем канонам изготовления, или, предположим, луков тех же самых. А по тем канонам, которые были тогда. В этом есть элементы традиции. Они изготовляют все вручную, вот точно так же, из того же дерева и все такое прочее. А есть люди, которые делают луки современные, у которых блоковая натяжка, они там из углепластика, карбона и все прочее. И, конечно, если выставить тот лук средневековый против такого новомодного, то из этого новомодного можно 10 лучников насквозь прошить одной стрелой, если поставить их друг за другом. Чем из того старого, которые, ну, были, конечно, луки, которые пробивали, скажем так, гидоспех. Но это, они не сопоставимы вообще. Ни в точности, ни в чем абсолютно, тем луком, которые современные. Понимаете? Даже спортивный современный лук на порядке превосходит самый лучший лук, который был в те времена, когда от владения луком зависела жизнь. Понимаете? Современный спортивный лук намного круче. Ему сам стрелу только боевую в него зарядить. И капец все. Я уж не говорю про, значит, охотничьи специально создаваемые луки, которые дают такую силу боя, что просто капец, без потери точности. Вот и здесь то же самое. Мы можем, конечно, прям полностью копировать все, что было давно, но является менее, скажем так, эффективным. Либо чуть-чуть изменять. Лук-то при этом, при всем, свою суть и конструкцию-то не поменял. Понимаете? Это как было двух... Ну, плечевая штука, которая работает от упругости. Так он и сохранился. Никто не скажет, что это не лук, например. Вот увидят современный лук, скажут, это лук. Это понятно. Вот и каратэ тоже. Оно останется каратэ. Просто оно круче станет, понимаете, лучше. Вот я не вдупляю, почему не понимают этого те, кто по старинке хочет сделать. Им почему-то кажется, что если каратэ станет лучше в чем-то, в силе, в скорости, в эффективности, то оно перестанет быть каратэ. Вот удивительно просто вообще. Нет, я, конечно, понимаю, когда там каратэ становится хуже. Там оспортивливание происходит какой-нибудь аспект. Каратэ, например, люди только спортом занимаются и все. И тогда, конечно, традиционщики говорят, ну вот они потеряли боевую составляющую такую-то, такую-то, много там техники потеряли и все такое. И вот каратэ потеряла, стало хуже. Ну, здесь можно согласиться. Но когда люди привносят в каратэ то, чтобы оно стало лучше, я говорю, силу, скорость, стратегии, тактики новые. В связи с чем каратэ станет лучше. Вот они тут упираются и говорят, не надо. Иначе это перестанет быть каратэ. Ну, да как вот, вообще непонятно совершенно. А маразматическая позиция, собственно говоря, старичков-маразматиков, вот, ей могут быть по-другому. Даже сказать нельзя. Ну, ладно, друзья, я все, я приехал на тренировку. Пум-пум-пум. Так. Приехал. К нам приехал, к нам приехал. Михаил Юрьевич. Дорогой. Так. А, это я еще не выключил, да, камеру? Угу. Это я слух сказал, да? Ну, извините. Ха-ха-ха. Все, пока. Жду ваши комменты. Салютан. 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 Салютан.